Здравствуйте, это обзор событий недели на канале газеты Рязанские ведомости. Конец зимы полностью изменил информационный фон. Из лент новостей постепенно уходят заголовки, начинающиеся словами «Рязанцы жалуются». На неубранный снег, на гололед, на сосульки вся эта растиражированная бытовуха вытесняется проблемами куда более серьезными и даже судьбоносными. Пришло время подумать о вещах духовных. Тем более, что на пороге Великий пост. Священник Дмитрий Фетисов в социальных сетях рассуждает об особенностях молодого поколения, страдающего инфантильностью и отсутствием цели. Священнослужитель констатирует, что цветы жизни, выращенные в тепличной обстановке, растут хилыми и блеклыми. Они сами не понимают, чего хотят. Непортое поколение отчаянно не хочет взрослеть. Ничего удивительного в этом нет, когда не знаешь, с кого делать жизнь. Вот участник войны Валерий Ушаков, с которым я встретился на минувшей неделе, повзрослел очень рано. 17-летним юношей в степях Сталинграда выследил и помог взять в плен фашистских диверсантов. Воевал с немцами и японцами, создавал космическое оружие. Сам Юрий Гагарин благословил его на труд изобретательства. О нем мы еще расскажем в нашей газете. В те годы мальчишки могли подражать и другим героям. 18 июня 1937 года советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили первый в истории авиации перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. В воздухе без посадки они пробыли 63 часа, боролись с диким холодом в кабине, охлаждали перегретый мотор чаем из термоса. Потомки легендарных летчиков на этой неделе побывали в Рязани на Беляковских чтениях. Возложили цветы к бюсту героя Советского Союза Александра Белякова, создавшего в Рязани штурманскую школу. В Дягилевском музее авиации трансполярному перелету посвящена часть обширной экспозиции. Глядя на макет самолета Ант-25, невозможно поверить, что экипаж преодолел 8,5 тысяч километров. Рекорд по дальности перелета принадлежал в то время французским летчикам, но вскоре мы его побили. В новое время другие герои, Александра Трусова, вставшая на лед в Рязани, выполнила пять четверных прыжков и завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине. Николай Любимов сердечно поздравил российскую фигуристку, отметив, что она вошла в историю олимпийского движения. Поэт Владимир Хомяков откликнулся на победу своими стихами. Страна должна знать героев. Правда, у самой Трусовой после объявления результатов произошел настоящий нервный срыв. Почему не золото, а только серебро за такую-то сложнейшую программу? Казалось бы, триумф, а счастья нет. Вместо него боли и слезы. Понятны ли они тем детям, которые в эти дни прибывают в российские города из Донецка и Луганской республик? Наверное, понятны, но драмы большого спорта занимают сейчас их мысли меньше всего. Рязанская область подготовила для жителей Донбасса 13 пунктов временного размещения. 22 февраля на станцию Рязань-2 прибыл поезд, доставивший жителей Донецка и Луганской народных республик, эвакуированных из горячих точек. Они сразу же отправились на автобусах в гостиницы, лагеря отдыха, на турбазы, где с комфортом могут проживать 1400 граждан ДНР и ЛНР. Повсеместно открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Известные рязанцы выступают с обращениями в социальных сетях сплотиться и оказать людям поддержку. У нашего региона уже есть подобный опыт. В 2014 году мы принимали беженцев с Украины и даже проводили для них ярмарки вакансий, оказывали содействие в трудоустройстве. Надолго ли сейчас приедут к нам бедствующие граждане, признанных нашей страной республик? И будет ли куда им возвращаться, если украинская армия начнет наращивать обстрел приграничных территорий? Все эти вопросы повисают в воздухе. А у меня из головы не идет выражение лица Валерия Ушакова, его глаза слезящиеся от волнения. С трудом надев пиджак с боевыми наградами, держась за краешек стола, 95-летний ветеран через объектив нашей камеры обратился к украинцам с прижимом остановить безумие, инспирированное заокеанскими идеологами марионеточного режима. Время взросления наступает для политиков всей Европы. Удивительно, что это происходит на территории Украины, которая перенесла тяготы и лишения вместе с другими республиками нашей великой страны. Мы должны быть вместе, мы должны бороться с фашистскими нравами, жить в дружбе.